Друзья, всем привет! Мы переходим в новый формат наших онлайн-курсов и переводим их полностью с нашего сайта на YouTube. Теперь каждый из вас сможет оформить подписку на спонсорство, которое будет стоить 999 рублей, и проходить наши онлайн-курсы каждый месяц в YouTube-формате. И за такую незначительную цену вы будете получать огромное количество видеоматериалов, уроков, чек-листов, разных PDF-методичек. И именно в этом месяце мы начинаем открывать доступ к нашему офигенному курсу «Скетч-экспедиция в Сеул», и там вам будут доступны различные чек-листы, как я уже сказала, списки материалов, палитры необходимых оттенков для путешествий, методички в формате PDF, о видах композиции, как их выбрать и как их использовать. Уроки будут такие. Особенности композиции сеульских разворотов, архитектурные детали и символика, фудскетчинг на торговых улицах Сеула, и неоновые вывески ночного Сеула. Как это будет происходить? Каждый месяц мы с Олей будем выкладывать для вас, именно для наших спонсоров, формат YouTube по несколько видеоуроков с каждого курса. Здесь будет около шести видеоуроков. Вы сможете нарисовать три полноценных разворотов. В видеоуроках будут очень подробные объяснения, где вы будете рисовать вместе со мной. Я все для вас объясню. И я очень надеюсь, что вам доставят удовольствие рисовать вместе с нами. Всегда, когда мы с вами отправляемся в путешествие, для нас очень важен поиск. Поиск сюжетов, поиск цветовых решений, которые мы с вами ведем, именно находясь в путешествии. В работах Сеула, которые мы с вами будем в дальнейшем сейчас рисовать, я вела поиск именно композиций и цветовых решений, а также сюжетов в таких небольших набросках. Вы же, когда едете в путешествие, можете ввести поисковой дневник. Это может быть абсолютно любой скетчбук, любого формата. Обратите внимание тоже на то, что я специально не прорисовываю все их целиком, а делаю лишь намеки. Это смотрится намного более интересно, нежели вы будете прорисовывать все целиком, каждый ряд. Намного интереснее, когда они смотрятся таким как пятнышком. Тем более, что некоторые из них можно будет потом дорисовать в маркере. Тоже это будет смотреться очень интересно. В подоснову я беру оттенок PB77, это светлый фиолетовый. И такими мазками я набираю массу зелени. Начинаю с заднего плана, где создам основную массу. Можно оставлять белые участки. Они как раз таки будут хорошо играть и создавать объем нашей зелени. Плюс обратите внимание, что когда я рисую кисточкой зелень, я делаю такие резкие штрихи и создаю как будто бы крону листвы. Так как это достаточно далеко находится, мы не видим подробностей, то можно так, немножко условно это все нарисовать. Главное, чтобы было понятно, что там что-то с едут. Так, на переднем плане у нас тут тоже какой-то более высокий поднос с едой. Тоже у подноса обязательно рисуйте такие бортики. Так, теперь давайте с вами снова вернемся к лавке. И хочется ее такую поинтереснее все-таки сделать, более такого бутылочного цвета. И здесь я возьму ЦГ3 оттенок и пройдусь еще раз по всему прилавку. Такими штрихами в разные стороны, именно потому что мы создаем здесь фактуру, не затемнение, да. Это именно изменение цвета. И так я прохожусь по всему прилавку. Добавляю сюда снова светло-серый. Подрастушевываю, тем самым уже введенный оттенок. И сюда же можно добавить немножко фиолетового ПБ-77. Который придаст нам вот такого немножко интересного тона, да, который нам сейчас не может дать холодный оттенок серого. И вот такое сочетание всех этих оттенков даст нам интересную фактуру и интересный цвет. То есть обратите внимание, что по сути сейчас это игра с простыми формами, прямоугольниками, кругами. И важно найти им место и, соответственно, получить интересную композицию. То, что там варится внутри, мы сделаем темно-розовым и добавим туда желтого. Так смешается, хорошо будет смотреться. А вот тут внизу тоже можно чуть-чуть желтого добавить. Давайте я вам немножко подробнее объясню, почему мы перешли на такой формат. Мы в первую очередь хотели, чтобы наши курсы были доступны как можно большему количеству людей по доступной цене. Именно поэтому мы выбрали формат YouTube. Если до этого стоимость курса нам приходилось включать, стоимость площадки, на которой мы располагались, содержание сайта, маркетинг, реклама, вообще полностью таргет в социальных сетях. Также эти курсы включали каждодневную, постоянную 24 на 7 поддержку нашего преподавателя, то есть Ольги. И, конечно же, модератор, меня либо Антона. Сейчас YouTube, он не требует этих вложений, и мы можем сделать наши онлайн-курсы доступными для вас по самой лучшей цене. Субтитры создавал DimaTorzok